В Аким области ГАУЕС Нурмухамбетов поздравил одного из ветеранов войны, Федора Щеглова. Он с трепетом вспоминает события прошлых военных лет. Ветеран открыто поделился с гостями своими чувствами при объявлении победы. Свой боевой путь он начал в 17 лет. В 1944 году был призван в ряды Советской армии Булаевским районным военкомом. Совсем еще молодой и неопытный, и не знаешь, пройдешь ли войну, удастся ли выжить, рассказывает фронтовик. В 1944 году призвали в армию. Три месяца обучали. Есть такое ружье ПТР или противотанковое ружье ПТР. После чего погрузили... Это была станция Алкино-2, под Ухой этот лагерь был. После нас погрузили в эшелон и повезли под Кенигсберг. Там пятую армию и 371-я стрелковая дивизия. Ну вот туда определили солдатам, рядовым солдатам. После где-то около месяца мы там воевали. Мы дошли до порта Кэлау. В честь Дня Победы глава области ГАУЕС Нурмухамбетов поздравил ветерана войны и передал поздравления от главы государства Касыма Жумар-Татакаева. Специально поздравить вас с Великим Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Помните, вы мне обещали День Победы вместе встретили. Вот вы свое слово выдержали. Вот. Теперь обещание на следующий год, чтобы юбилейный 80 лет, чтобы вместе встретили. Чтобы на следующий год. В этом году 79 лет Великой Победы. На следующий год 80 лет. Чтобы мы вместе это 80-летие встретили. Хорошо? Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов в истории нашей страны. Война унесла миллионы жизней. Казахстанские войны героически сражались на всех фронтах, проявляя большой героизм. В СКО на сегодняшний день осталось 4 ветерана войны. Уважение к этим людям – долг подрастающего поколения.